Киев сегодня сказал, безусловно, новое слово в деле создания постановочных шоу. Когда вечером стало известно, что оплаканный многими российский журналист Бабченко жив, многие почувствовали себя в этом театре статистами. Среди этих многих люди уважаемые, например, члены Совбеза ООН. Но об этом чуть позже, а сначала о самом шоу, где всё по законам жанра. Завязка, кульминация и развязка. Андрей Григорьев продолжит. Аркадий, в студию. Собравшаяся на брифинг СБУ пресса ахает. Вот он, Аркадий Бабченко, живой и невредимый. И даже довольно улыбается удачному розыгрышу. Вы уж извините, что заставили вас всё это пережить, но по-другому просто было нельзя. Всё это было инсценировкой. Украинской службе безопасности будто бы стало известно, что на Бабченко готовится покушение. Организатор, некий украинский гражданин Ге. Вот оперативная съёмка его задержания. Лысоватого человека, лица которого не видно, берут под руки сотрудники СБУ. Громадянин Ге. Гражданин Ге предложил своему знакомому из числа бывших участников антитеррористической операции денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США, чтобы совершить террористический акт. Убийство российского гражданина Аркадия Бабченко. В качестве доказательства ещё одно видео. Настолько плохого качества, что на нём заметно только как пересчитывают пачки купюр. Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. И они плохо стоят, слушайте. И режиссёры этого спектакля, украинская генпрокуратура, и спецслужбы, и актёры Аркадий Бабченко в один голос обвиняют в подготовке несостоявшегося преступления Россию. И вот на каком основании у гражданина Ге, как уверяют, были ксерокопии документов будущей жертвы. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моём паспорте, когда я её делал, да, я получал паспорт 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моём паспорте и только в паспортном столе, стало понятно, что информация идёт из России, стало понятно, что информация идёт из, видимо, государственных служб. В этом деле изначально было полно нестыковок, которые сразу усмотрели внимательные зрители. Информация очень противоречива. Жена говорит, что она услышала из ванны. Значит, похоже, что это было в квартире. Потом появляется информация, что вроде бы он выходил за хлебом. И выходил, но его убили почему-то в спину. Хотя вроде бы если поджидал убийца, то он должен был стрелять в грудь. Если убили в подъезде, почему вот это фото явно на квартирном дощатом полу, а ближайшие соседи выстрелов вообще не слышали? Не знаю, что тут было, не было. Может быть, тут так бахает лифт, что может стрелять кто угодно, хоть автоматами. Не слышно. Блогер и журналист Аркадий Бабченко служил в Чечне. Сначала на срочной службе, потом по контракту. Сотрудничал с разными изданиями в качестве военного репортера. Но прославился больше всего своей агрессивной антироссийской риторикой. После катастрофы Ту-154, в которой погиб ансамбль Александрова и его коллеги-журналисты, писал, нечему соболезновать. После трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» гори-гори ясно. В России, на мой взгляд, нет ни нации, ни народа, ни граждан. Сейчас в России, ну не знаю, крепостные, наверное, скорее всего. Российский гражданин Бабченко даже переехал жить в Киев. Кажется, идеальный герой для такого рода провокаций. То, что Бабченко жив, лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно. Отечественное журналистское сообщество, которое Бабченко, по крайней мере, судя по его постам в соцсетях, ненавидел, уже успело его похоронить и принести соболезнования семье. Провокация против журналистского сообщества. Провокация против России. Это провокация, которая будет иметь еще большие последствия, но не для России. А оказалось, он лишь участник очередного антироссийского шоу. Типичная фейковая новость, огромного масштаба, в создании и в распространении которой принял участие журналист и специальные службы Украины. Вот как оценили с профессиональной точки зрения постановку СБУ ветераны российских спецслужб. Я не знаю, что это был за фарс. Прежде всего, это фарс, наверное, службы безопасности Украины, который пытается представить как спецоперацию. Хотя, я думаю, что никакого отношения к спецоперации это не имеет. СБУ сообщает, что гражданина ГЭС сейчас допрашивают. Поэтому, очевидно, уже в скором времени можно ожидать продолжения украинского сериала про Аркадия Бабченко. Андрей Григорьев, Анна Колк, Вести. Ну, вообще, теперь не очень ясно, как после этой инсценировки друг другу в глаза будут смотреть Аркадий Бабченко и те, кто весь день писали ему некрологии. Ну, для Бабченко это был, конечно, шанс при жизни прочесть про себя столько всего. Некрологов, по самым скромным подсчетам, больше ста. Известные и не очень журналисты, политологи и просто неравнодушные считали важным для себя найти нужные, подходящие для момента слова. Не только в адрес разыгравшей всех жертвы. Радио Свобода, например, обвинили в том, что журналиста не взяли на работу в Прагу. Якобы он мог бы остаться в живых. Министерство внутренних дел Чехии вынудили оправдываться за то, что Бабченко не дали убежище. Не иначе, как расправой случившиеся назвали репортеры без границ, Amnesty International, видны европейские политики. Как теперь выясняется, по сути, рядовую полицейскую операцию на международной арене Киев использовал, чтобы обострить антироссийскую риторику. В том числе на арене Совбеза ООН. Как теперь глава МИДа Клинкин в следующий раз туда придет? Ведь он, получается, все знал и хороший артист. А если не знал, то тогда как он дальше будет работать министром? Процесс, который запустила эта утка или фейк, Сергей Лавров доступно писал еще когда о чудесном спасении Бабченко. Не было известно, а украинские СМИ, дипломаты и политики соревновались в выпадах в сторону Москвы. Мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальная. Но, как видите, многие ее подхватывают. Особенно те, кто, как наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя дома, потому что знают, что Украина им нужна, западным кураторам, для того, чтобы продвигать русофобские взгляды.